Когда вы взлетаете, у вас все время прилетает точная очередь. Если вы сидите на горке и вас умудряются сбить насмерть правым подкрылком, мы поможем вам. How to be a pilot на DVD от портала mybattlefield.ru Я, пилот, приветствует вас, и я приготовил новую порцию техники, которую я не буду взрывать в этой серии. Сегодня мы рассмотрим такие агрегаты, как Су-35БМ. Русский самолет с большим количеством модификаций, которые в основе своей отличаются лишь расположением кнопки самоуничтожения. Воткнули сюда два турбореактивных двухконтурных двигателя с форсажной камерой и управляемым вектором тяги модели АЭЛМ-35, который выдает тягу на форсаже до 250 кН. Поворачивать он может не только с помощью подкрылок, но и с отклонением вектора тяги на 16 в любом направлении и на 20 градусов плоскости. И все эти плюшки выдают скорость до 2400 км в час. По умолчанию стоит 30-мм авиационная пушка ГШ-31 на 150 патронов. И у самолета имеется 12 точек подвески, благодаря которым на самолет можно повесить. 8 управляемых ракет воздух-воздух в 6 различных видов. 6 ракет воздух-земля 5 видов с дальности до 10 км при точности 4-7 метров. А также можно взять с собой бомбы. На выбор будет аж 7 различных видов. Все настолько круто, что аж плакать хочется после того, как в БФ-3 находишь только пулемет. Простите, но он стоил мне 45 лямов. Американский ответ БФ-3. Ф-18 Супер Харнет. Самое приятное, что он может складывать крылья. Надо просто нажать на вот эту кнопочку. Фоткнули сюда два движка Дженнер Электрик. Ф-414 200 кН. Максимальная скорость 1950 км в час. По умолчанию строили шестиствольную 20-мм модернизированную пушку М16А1. Уменьшенную массой с боезапасом в 570 патронов. На себе она может тащить 8 тома на различные вооружения. Ракеты воздух-воздух, воздух-поверхность, корректирующие кассетные свободные падающие напалмовые бомбы, 70-мм авиационные ракеты, авиационные ловушки, а также ядерные бомбы. Конечно, там на каждой из видов по 5 различных боеприпасов. Но чтобы не закидывать эфирное время толпой буквы и цифр, мы рассказали лишь про одни из которых никогда не будет в БФ-3. И стоит эта прелесть 55 миллионов. Перейдем к А-10 Зандерболу. По всем характеристикам он блекнет перед предыдущим. Но в эту красавицу запихнули два Дженнер Электрик Т-34. В 80 килоньютон. В привычных лошадиных силах это всего лишь 106 лошадок. Максимальная скорость всего 800 километров в час. С полной загрузкой самолету надо ползать в 1 километр, чтобы благополучно оторваться от земли. Вот тут у суда 30-мм 7-ствольная пушка ГАУ-8А с 1350 патронов. Точек подвесок 11 с допустимой боевой нагрузкой в 7 тонн. Повесить можно ракеты воздух-воздух и воздух-земля, свободно падающие и управляемые бомбы различных видов. Можно также соорудить подвесную артиллерийскую установку и подвесить топливные баки, что было очень полезно для БФ-3. Самолет для эконом-класса всего 9,8 миллиона. Су-25ТМ Фрагфуд. В лягушачью лапку засунули два трубы реактивных двигателя Р-98-6 с тягой в 80 кН. Максимальную скорость нормальной боевой загрузкой выдает 950 км в час. Для взлета и посадки малютки всего надо 600 метров. Встроена двухствольная 30-мм пушка ГШ-32 с боезапасом 250 патронов. Подвесок 10, максимально можно навесить 4,5 тонны. Вешаются также воздух-воздух, воздух-земля, неуправляемые ракеты, бомбы различного назначения, пушечные контейнеры, ну и подвесные топливные баки. Стоит он от 3 до 10 миллионов зеленых рублей, так что его можно поставить себе на даче в качестве пугала. Ну, у нас остался F-35 с вертикальным взлетным посадкой. Как ни странно, весит он порядка 30 тонн. И чтобы его поднять, воткнули всего один турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой модели Прэттен-Виттли F-135-600 с тягой до 227 кН. Максимальная скорость 1900 км в час. Встроена 25-мм авиационная пушка General Dynamics GALA-22A в подвесном контейнере с 220 снарядами. Подвесок внешних 6, внутренних 4. Но стоимость этой вещи до 107 миллионов долларов. Так что С-4 тыкать я, пожалуй, тут не буду. Отличия от вертолета вполне очевидны. Самое главное отличие по форме. И прежде тем, как начать, вы должны познакомить с воздухом и более медленными средствами передвижения, такими, как вертолеты. Для этого посмотрите две предыдущие части. После я снова жду вас в этом ролике. Пересадка из вертолета в самолет будет так же тяжела, как пересадка на третьей кофе в час пик. Первое, что вы начнете ненавидеть, скорость. Но у меня есть еще чем посыпать вам на ран. Вам прибавится еще одна кнопка управления. Это форсаж. Shift по умолчанию. Затем вы начнете ненавидеть неповоротливость. После чего вы сбейте, что у вас только пулемет. Но потом вы поймете, что пулемет здесь самое мощное оружие. Самолет в БФ-3 предназначен для сражения исключительно воздух-воздух. Конечно, убить вражеского снайпера на горочке радкилом или из пулемета вам никто не запрещает. Но пытаться самолетом еще и убивать вражескую технику и одновременно следить за воздухом у вас получится лишь спустя 200 часов налета. Поговорим об управлении. Лучше всего использовать цепку стрелочной клавиатуры и мышки. Не стоит выкручивать чувствительность техники на всю. Быстрее поворачиваться вы не станете, а вот прицеливаться вообще не сможете. Поэтому для поворотов всех пассивных движений используйте стрелочки, наведение на врага и стрельба, естественная мышка. Для самолета можно также купить специальный джойстик, но профиль он из вас не делает, ибо к нему вы будете очень долго привыкать. И за это время можно будет научиться летать на кнопках с аналогичным КПД. Самолет плох тем, что тренироваться не можно лишь в бою. Единственное, на пустом сервере вы можете отработать взлет и посадку, и единичные трюки. Как справиться с неповоротливостью? Делайте разворот как можно дальше от зоны действий. Самый быстрый разворот осуществляется с зажатием кнопки S с наклоном на бок. И последующим разворотом на 180 с зажатием клавиши вниз. Что делать со скоростью? После разворота нажимайте S, и скорость снизить до более приемлемых значений. Но не перетрудитесь, а то самолет пойдет на посадку. Как использовать пулемет? Патроны у него бесконечные, но также возможен перегрев. Не стоит стрелять в цель на расстоянии больше 200 метров. Можете, конечно, прицеливаться издали, стреляя короткими чередями, но есть шанс пугнуть цель. Схватка самолет на самолет. Вы должны заботиться о том, как оказаться у него на хвосте. И насколько надо брать вперед, чтобы пули попали. Каких-то конкретных подсказок здесь не сделаешь. Если только составлять таблицу с размером с Пентагон, в которой будет указана ваша скорость, угол полета, угол полета противника, его скорость, угол относительно вас двоих, инертное постоянное, плюс постоянное гравитационное. И тогда, потратив 5 лет, чтобы вы учите таблицу, вы поймете, что в игре не способны определить точный угол на глаз. Бой самолет на вертолет. По умолчанию идет превосходство самолетов. Вертолет вас может бить лишь в двух случаях. Первый, по чистой случайности. Второй, если зафиксирует вас ракетами воздух-воздух и выстрелит, когда между вами будет около 150 метров. В этом случае ваши ловушки не успеют от плечи ракеты, и вы получите два прямых попадания. Следует иметь в виду, что ловушки на самолете-3 заряжаются немного дольше, чем в вертолете. Это можно использовать как на себя, так и погореть на этом. Так что, выпустив ловушки, постарайтесь уйти с поля действия до момента перезарядки. Особенности F-35 Отличие в том, что F-35 имеет вертикальный взлет. Осуществить его можно, зажав кнопку S, и заодно вдавить шип для форсажа. Помните, что тяга идет лишь в вертикальном положении. Если вы пытаетесь сделать из него вертолет, у вас мало что получится. Даже с небольшим наклоном F-35 начнет стремиться носом к земле. Но покрошить пехоту на точке у вас получится без проблем. С первого взгляда кажется, что самолет имба. Но на деле это не до самолет и не до вертолет. Недалеко от цели вы втапливаете S, и скорость очень быстро сбрасывается, из-за чего вы двигаетесь чуть быстрее вертолета, и становитесь легкой мишенью для всего, что есть в BF-3. Даже если вы найдете чуткий баланс того, как стоит управлять этим самолетом, вы всегда захотите воспользоваться преимуществом зависания и вертикального взлета, из-за чего вы всегда будете получать РПГ-лобовое стекло. Но F-35 послужит более плавным переходом с вертолета на самолет, так как эгэгат является чем-то средним. Говорим об оружии. У самолета имеются. Ракеты воздух-воздух. Ящик с 14 ракетами, как у вертолета. Ракеты воздух-земля, которые по софламу могут также наводиться на воздушную технику. Ну и пулемет будет всегда по умолчанию. Оптимальный набор перков. Авиационный радар, так как самолет в основном для боев в воздухе. И к ловушке, но это уже классика. Ну и ракеты воздух-воздух. Или контейнер с ракетами, но это уже по личному усмотрению. Как сделать как тот парень на ютубе с РПГ? Роли, где игрок выпрыгивает из самолета, взрывает из РПГ другое, потом садится обратно, видели даже те, кто никогда не играл в BF-3. И сейчас раскроем основную схему этого прыжка. Садясь в самолет, возьмите РПГ. Убедитесь, что вражеские самолеты тоже используются, и у них стоят ракеты воздух-воздух. Теперь нам надо, чтобы один из вражеских самолетов сел нам на хвост и стал фиксировать нас. Как только вы поняли это, включайте форсаж и резко взлетайте вверх под 90 градусов. Ваш преследователь, захваченный азартом, скорее всего полетит за вами. И вы, достигнув воздушного потолка, просто катапультируетесь вверх. Определяем из положения вражеского самолета. И стреляете вперед в примерное место, где вам прется воздушный потолок. Затем вы возвращаетесь в свой самолет и печалитесь о том, что у вас не получилось. Важно. Также поясняю, что не существует методик для быстрого обучения и управления такой техникой. Здесь главное прочувствовать машину, как она реагирует на то или иное движение мышки. Нажатие на клавиатуру. При стрельбе должен чувствоваться каждый выстрел и на интуитивном уровне знать, куда надо стрелять, вне зависимости от ситуации. Воспитание данного умения идет на инстинктивном уровне. И с этими подсказками вы можете узнать, что лучше делать, чтобы воспитать это в себе. Если вы уверены в пользу для воздушной техники или хотите задать конкретный вопрос, мы всегда поможем вам на нашем форуме mybattlefield.ru, где в определенных темах вы можете найти большое количество подсказок о разборах ситуации и многого другого касательно техники данного класса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!